Рождество Итак, Рождество. Что же это такое за событие, о котором, конечно же, наверное, сегодня сказали в каждой церкви. Я не знаю каких-то церквей, которые не празднуют христианских праздников. Вы знаете какую-нибудь церковь, в которой празднуют один, когда праздники из Библии и все, а остальные нет. Я думаю, все сегодня празднуют. И вы, наверное, просто некоторые лучше меня, эксперты, которые понимают, что значит Рождество Христово, о чем это речь, и что в Библии говорится. Но я хотел бы немножко посмотреть на это событие с такого нового ракурса. И, может быть, вы что-то сегодня тоже для себя новое откроете, увидите какой-то некий новый смысл и прообраз. Если у вас есть Библия, если вы любите читать Библию, вы можете сегодня тоже ее открыть. И вместе мы посмотрим Евангелие от Матфея. Первая глава. Это событие, как раз описанное о рождении Спасителя, Мессии нашего Господа Иисуса Христа. И там написано с 18 по 25 стих. Рождество Иисуса Христа было так. Если вам кто-то что-то рассказывал, и оно сейчас будет расходиться с тем, что тут написано, значит, тому не верьте, забудьте. Оно было именно так, как тут написано. Никакими другими оно не определяется знамениями или событиями. По обручении Матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они бракосочетания, прежде чем в ЗАГС пошли, прежде чем им там печати поставили, кольца одели, прежде, нежели сочетались, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Случайно, такой, знаете, конфуз легкий, неожиданность. Планировали все как порядочно, как должно быть в этом устрое, в их государстве, в их законодательстве. А тут раз, и накладочка вышла. В Марии какой-то сбой пошел, гормональный сбой. И она случайно оказалась беременна. И Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родив же сына, и наречешь ему имя Иисус. Не Василий, не Геннадий, не Марк, и даже не апостол Иван. Именно Иисус. Почему? Вы, наверное, некоторые знаете. Это такое, знаете, имя необычное. Оно имеет глубокий смысл. Некоторые думают, почему? Ну, Иисус же был Иисус Навин, да, там еще другие были Иисусы. Почему именно это имя? У Бога был определенный план. И конкретно нужно было, чтобы Мессия, придя на эту землю, он имел в каждом имени, знаете, есть смысл. И это имя, оно определяло его предназначение. Поэтому именно назови так. И в паспорте пусть запишут так. С лидерством рождения пусть запишут так. Никак иначе. Во всех социальных службах пусть его по реестру везде проведут именно с этим имя. Никакого двойного. Не Иисус Иосифович, не какой-нибудь Иисус Марфин или Марин или еще какой-то. Именно просто Господь Иисус. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «снай Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и нарек ему имя Иисус». Самое интересное, эти события, которые мы читаем, они произошли как исполнение некого пророчества. То, что здесь и описано. «Пророчество однажды сказал пророк Исаия». Это описано в 7 главе, 14 стих, мы не будем читать. Пророк Исаия предупредил, получив от Господа это слово. Знаете, когда он его получил? Ни месяц назад, ни пару лет назад. Тогда уже Исаия вообще не был. Он уже давно ушел из этой жизни. Пророческое слово было 700 лет назад. Мы сейчас иногда думаем, ага, тот пророк что-то сказал, «Оно завтра не сбылось, оно через год не сбылось, все, значит неправильно было пророчество». Или еще что-то, знаете. Тут ждали 700 лет исполнения. Я бы, конечно, не хотел в своей жизни получать такие пророчества, которые исполнятся, когда я их уже вообще не увижу, и мне уже будет все равно. Но я так благодарю Бога, что оно все-таки осуществилось. И Бог однажды сказал свое слово, он его всегда исполнит. И вот то, что написано в пророке Исаии, он предупредил, что будет рожден Еммануил. Но этот Спаситель, этот Мессия, который придет на землю, пришел необычным путем. И самое интересное, мы понять сможем весь этот смысл и почему все так произошло. Почему нельзя было как-то по-другому, нормально, чтобы меньше было проблем? Зная древнееврейские брачные обычаи, вы сможете немножко понять вообще весь духовный смысл. Потому что Писание, у Бога, Дух, наверное, и оно не всегда читаться должно прямо, оно также, когда читается, должно быть открыто и Духом Святым. И сегодня, если мы посмотрим на этот древний еврейский свадебный обычай, который был тогда на Востоке, знаете, это же Восток, это же не Украина, не Россия, это же не Америка, это же не там, где все легко и просто можно было порешать там какими-то быстрыми путями. Там все исполнялось четко, и нельзя было нарушить в каких-то порядках, потому что общество этого не приняло бы, и общество тебя бы осудило. Там не было тех, кому, знаете, можно было как-то там замазать глаза, где-то договориться, речь может быть были, но в массе своей, когда о чем-то, что происходило официально, знало уже много людей, кто-то доздал бы тебя по-любому, если ты нарушил в этот момент эти обряды, эти законы. И как это было? Три позиции, которые были в этой древнееврейском свадебном обряде, которые проходили тогда на Востоке. Очень важные три позиции. Первое. То, что мы видим в этой истории, было нарушено, да, или как сказать, оно совершилось, но потом были у него какие-то плохие последствия. Брак заключался путем оформления брачного контракта между родителями жениха и невесты. Вы не знали, но брачный контракт не американцы придумали, да, и даже не европейцы. Тогда это уже практиковалось. И родители договаривались. Может быть, это не было так, как сейчас там где-то идут к нотариусу, там подписывают. Может было, может это были не названия такие, как сегодня, другие были ответственные люди, какие-то служащие, да, священники. Но где-то это объявлялось даже между родством официально. И парень с девушкой, решив жениться, решив создать новую семью, они сначала должны были получить одобрение от родителей, и потом родители договаривались. И они, когда договорятся, уже заключался такой контракт. Это был завет. Было такое соглашение. Им нужно было исполнять это соглашение. Когда второй пункт, они договорились, и заключался этот контракт, второе событие, которое происходило в этом обряде, жених и невеста, когда совершался договор, в принципе, в глазах этих семей и людей, соседей, знающих это событие, да, эту пару, они уже в глазах всех, в принципе, становились уже мужем и женой. Даже не проходя какой-то уже брачный ритуал, они уже в глазах их становились теми, кто уже считался. Они уже муж и женат, но еще пару моментов должно произойти, и потом они уже окончательно этот статус в полной мере получат. Потом мы в Библии это дальше увидим. Но когда они это совершали, у этой пары была непростая судьба. Им еще год нельзя было жить вместе. Это сегодня уже этот мир без проблем. Надо попробовать, надо примеряться, надо где-то понять, сойдемся характерем, не сойдемся, а потом расписываться, да. Тут в Германии вообще-то печально. Люди уже боятся вступать в брак, потому что уже сразу они, вступая в брак, рассчитывают, если я разведусь, сколько потом это мне в головной боли будет стоить, и как потом это все финансово очень дорого и невыгодно. Поэтому многие сразу боятся вступать в брак. Тогда, в принципе, была ответственность не меньше, но просто деньгами иногда в нарушение этих обрядов и законов нельзя было делать. Когда они вступали в это соглашение, целый год каждый из повенчанных молодых жил еще у своих родителей. И проверка шла. И самое интересное, я не хочу никакого из женщин и сестер как бы дискриминировать или обидеть, но проверка эта настроена была больше на невесту, потому что проверялась ее чистота, ее святость, ее посвящение. И, ну, может быть, еще в частности из-за того, что у мужчины трудно проверить, был он где-то потом на стороне в течение того года или нет, а у женщины это часто видно, да? Ну, ты не можешь забеременеть и потом до 9 месяцев заходить и рассказывать, ну, это все фастфуд виноват, это гамбургеры были сильно часто в моей жизни, у меня просто немножко авторитет растет, да, или еще что-то как-то нестандартное, как-то живот у тебя увеличился. И в этом позже не было, по невесте было бы сразу видно, что она нарушила. И самое опасное в том, что, первое, это сразу же мог быть разрушен и расторгнут этот брачный контракт. Это меньшее из проблем. Но большее из проблем, это то, что невесту могли побить камнями по закону Моисея за то, что она была неверна и опозорила, и предала, и еще и согрешила перед Господом. Знаете почему? Потому что в законе Моисея, во второзаконии 22 глава с 23 по 24 стих написано конкретно это указание. Его весь народ исполнял. Написано, если будет молодая девица обручена мужу и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, не просто полежать, знаете, давайте на небо посмотрим, там в поле где-нибудь, там ромашки понюхаем. Кто будет с ней иметь интимное отношение? Если кто с ней будет грешить, то обоих их приведи к воротам того города, знаете, это популярность такая, слава, последняя слава в твоей жизни. А тебе будут все новости знать, весь город тебе будет знать. Ворота это было самое уважаемое место, где люди приходили, уходили, и там старейшины сидели, часто рассуждали, общались, политические вопросы решали, экономику какие-то, законы принимали. И там тебя вот туда привозят. Знаете, привели тебя в Госдуму, или Верховную Раду, или привели тебя в Бундестаг, или еще какой-нибудь парламент. И все на тебя смотрят. Ну что, блудник, доигрался? И ты доигрался? Их приводят. И написано, когда их приведут, и побейте их камнями до смерти. Не так чуть-чуть, знаете, ну руку побейте, ну ладно, там рука будет немножко повреждена, но хоть дальше и будет. Нет, именно до смерти. Вот пока вот дыхание не пропадет, проверяли, наверное, кто-то там, может быть, стояли эксперты, какие-то медики. От Раковицу за что? За то, что она не кричала в городе. Потому что если бы она не хотела этого, это было бы насилие. А когда ты подтвержден насилию, ты не смиряешься. Ты хоть как-то противишься этому. И хоть как-то реагируешь. И ты кричишь, ты зовешь на помощь. Ты как-то пытаешься выйти из этой ситуации. Ты пытаешься убежать от этого насильника. Ну как-то понятно, что ты не хотел. Даже если тебя насильно, ты будешь как-то все равно какими-то свидетелями замечен, что это было не по твоей воле. Но если ты не кричала, значит все было по согласию, значит ты была не против, он был не против. И все это было осознанно. А он, мужчина, да, за что его тоже побить? За то, что он опорочил жену ближнего своего. И так, истреби зло, истреби себя. Мы вначале смотрим это место. Если будет молодая девица обручена мужу. А в конце фразы, 24 стих, а мужчину за то, что он опорочил, кого? Невесту? Или обрученную? Говорится, жена уже. Они же еще не расписались. Это же момент. Слова одной событий, да, проходит описание об одном событии. Вот поэтому, я говорю, в обряде и в традиции этих стран, этой нации, восточной, вообще и в израильского народа, еврейской нации, было принято, если ты уже помолвен, уже шутки закончились, ты уже не принадлежишь себе. Слушайте, братья и сестры, это очень хорошее от Господа повеление. Если вы сегодня имеете в своей жизни жениха или невесту, или у вас намечается такое, или вы в будущем думаете так, еще пару годиков потерпеть, и, наконец-то, мне будет можно, и я уже смогу где-то уже создавать свою семью. Послушайте, Бог даст очень благословит, Бог вас очень укрепит и даст вам счастливую жизнь, если вы будете следовать Его заповедям, потому что они на добро. И то, что здесь написано, здесь конкретно говорится о том, что вы уже, когда выберете кого-то, с кем вы хотите, лучше не спешите, лучше получить от Бога 25 тысяч подтверждений, что это именно тот, или это именно она. Но когда вы уже выберете, у вас уже как бы будет такое, знаете, направление, что вы в глазах Божьих уже те, кто будет вместе, будут однажды одно целое, полноценно. Поэтому Бог на вас смотрит, будет так смотреть. И люди будут уже так смотреть. Мы тоже с моей супругой, когда нас помолвили и в церковь вывели, объявили, знаете, мы уже там кольца друг к другу уже такие помолвленные одели и где-то, не знаю, сколько, полгода это было, или там несколько месяцев до свадьбы. И мы уже, в принципе, в глазах всей церкви, церковь большая тогда была, у нас около 800 человек было уже постоянно так в служении, полный зал. И ты уже не просто где-то был такой свободный, Дима, холостяк, где мог девчонками пообщаться, мог там где-то, знаете, узнать у какой сестры, как дела. Ты уже был, ты, Дима, жених веры. Ты не просто какой-то свободный, она так же самая. Ее тоже уже, где-то если кого-то могли встретить, где она общается по служению с кем-то, уже начинает пастору доносить, уже начинает где-то информация поступать каким-то родственникам. А мы тебя там видели, а что ты там с ним делала, о чем говорили. Знаете, всем сразу до тебя есть дело. Пока ты был холостяк, ты был, никому не нужен. Ты был вообще, просто кричать мог. Посмотрите на меня, я вот, я свободный, да. Все идите сюда, налетай, свежий товар. Но, если это уже событие произошло, ты уже не принадлежал себе. Ты еще не был официально с печатью, в паспорте, ты не был в каком-то статусе, я муж. Все, я уже полноценный муж, все права, все, что тебе принадлежит, все мое, все мое, твое. И это уже, конечно, совершенное, уже окончание действия. Но вот это состояние жениха, в глазах Божьих, мы уже, как бы, принадлежим друг другу. Поэтому, это было второе, такое важное, аспект, почему нужно хранить было себя в чистоте, святости этот год. И эта проверка, она подтверждала твою любовь к этим, да, к своему будущему супругу. И это также была проверка для внешних, в подтверждение того, что они достойны все-таки сойтись, и они принадлежат друг другу. Они не рушили эту верность. И третье событие, в этом обряде и ритуале еврейских, свадеб таких, да, древнееврейских, если годичное ожидание, оно подтверждало все-таки чистоту и выдержали, да, все эти, весь этот год эти оба человека. Тогда жених приходил за ней, он ее и забирал. И была торжественная процессия. И эта торжественная процессия сопровождалась там различными красивыми, необычайными такими действиями, ритуалами, такими-то там танцами, там, звуковые, может быть, музыкальные сопровождения. Все это было очень классно. Знаете, их там все там друзья жениха, друзья невесты, все встречают, все ведут, и жених забирает ее уже в дом своего отца. Он приводит ее уже к своим родителям, и они официально после полного совершения свадебного обряда становятся муж и жена. И, знаете, это очень важное такое событие и пример для того, чтобы увидеть в этом некий прообраз. Представьте, каково было Иосифу. Вот мы сегодня видим, да, эти красивые картинки, мы видим сегодня, каким было хорошо, счастливо, и не так, действительно, благосоверный пример для каждых супругов и будущих семей. но представьте в тот момент обрученный, она обручена, все договорено, контракт родителями подписан, все уже как бы решилось. Начался этот пробный период, этот год, этот год испытания, и во время этого просто как смех на голову среди августа, знаете, она беременна. Вы представляете состояние Иосифа? Я не говорю о Марии уже, конечно, ее сразу он предупредил, он уже не до шока ее не вводил, что она там где-то забеременела, потом она уже там, не знаю, или руки на себя наложить, или что делать, но он ее предупреждал, и она уже знала, что с ней это произойдет. Но Иосифу никто не докладывал. Знаете, мужья, как иногда бывает самые последние что-то в родне, ну, бывает такое, но я вам скажу, что я думаю, ему было очень трудно, мягко говоря, это очень мягко говоря, он пережил, наверное, очень сильный стресс, очень сильный шок. И вот самое интересное, когда человек Бог Божий, когда человек посвящен Господу, и он набожный, и когда он переживает сильные потрясения в своей жизни, Бог является к нему. Бог приходит по его вот этому состоянию вопля и какой-то отчаянности, и вы посмотрите, и ангел его не предупредил вначале, когда это уже случилось, Иосиф уже размышляя, думая над этим, может быть, это было несколько дней, он не мог это в себя вместить, он не мог это все переварить, он ходил и пытался понять, как разрулить эту ситуацию. Я люблю эту девушку, я хочу посвятить ей всю жизнь, но произошло то, что все разрушило. Может быть, он и все-таки ей доверял, она там говорила, ну это от Господа, это от Господа. Но знаете, когда этого никогда в жизни не было, в истории человечества, а тут рассказывают, что там Дух Святой на меня сошел, знаете, это как сегодня, а мне Дух Святой сказал, чтобы ты была моей женой, а та говорит, ну ты, не знаю, пусть Дух Святой моему мужу скажет, что он должен меня бросить, тогда я буду твоей женой. Поэтому мы сегодня всякие странности можем увидеть, а тогда это было особенно трудно, не было такого опыта, но он переживает этот стресс, он ложится спать, ему снится сон, но это был дальше, может быть, даже и не сон, это было конкретно такое видение, когда ангел ему явился во время, когда он отключил все свои эмоциональные характеры свои, все сумбуры, все свое, знаете, он успокоился, и в этом состоянии ангел приходит к нему и говорит, то, что ты запланировал, ты хороший человек, ты Божий человек, там на небесах Отец Небесный и вся команда выбрали именно тебя, выбрали именно Марию, вы святые и праведные люди, и из вас никто эту миссию не отменяет, но ты, как благочестивый человек, ты решил в своем сердце отпустить ее, ты решил тайно, никому не разглашая, не позоря ее, тем более не подвергая ее жизни где-то смертельным обстоятельствам, ты решил ее оставить, отпустить, чтобы она тайно ушла, и она была жива, и пусть там родит уже, и где-то будет счастлива с другим, но это не надо делать, это ангел говорит, это не моя воля, и объясняет ему все, что произойдет, и показывает ему, что это необычный ребенок, он действительно появился сверхъестественным путем, это чудо Божие, это миссия Божия, и вот когда этот древний игрейский обычай мы посмотрим как прообраз, посмотрите, из этих трех позиций, которые я вам сказал, мы знаем, что церковь это невеста Христа, мы обречены с церковью, с нашим женихом, а Иисус наш жених, мы ждем его, такое состояние, такое ощущение, что вот эта связь, вот этот контракт, который где-то до нас был договорен между Непестным Отцом и между нашими праотцами, прародителями, которые до нас жили, вот этот завет, новый завет, он действительно сегодня является благословением для нас, который даст однажды нам вот эту счастливую брачную жизнь, семейную жизнь, тогда, когда мы однажды встретимся с нашим женихом, и он заберет нас на небо, и вот это состояние, контракт, этот брачный контракт, когда мы, это новый завет Иисуса Христа с нами через свою жертву для нашего спасения, послушайте, то, что сегодня мы будем завершать вечерю Господню, это обозначает очень серьезное символическое такое значение, Иисус пришел на эту землю не для того, чтобы жить, Он знал, для чего Он пришел, Он пришел, чтобы умереть, и сегодня мы будем вспоминать и Его день рождения, и Его уход отсюда, и это страдание, и эту плату, и эта печать, этот контракт, который был подписан, брачный контракт, Его кровью, Он родился для того, чтобы однажды заключить этот договор, нас спасая, и Он это выполнил, со своей стороны. Второе, мы как Церковь Божия, как невеста Христа, мы ожидаем Его в чистоте и верности, да, как мы говорили, что вот этот год ожидания должен быть не только со стороны невесты, но, конечно, в большей степени с ее стороны. Тут жених остался порядочным, да, наш Господь Иисус также, Он свят, Он безупречен, Он был идеален, и до конца своих дней, написано в Слове Божьем, Он не познал в этом мире ничего, точнее, Он все познал в этом мире, кроме греха. Все ему понятно, все ему было доступно, все он пережил, но грех не имел ничего в его возле, поэтому он совершенный жених. А невеста, а как она? А как насчет нас? Как мы этот год, в кавычках год, мы не знаем, у кого когда этот год закончится, мы не знаем, кому явится жених. Может быть, сегодня мы пойдем ночью вяжем кровать спать, и может быть, утром уже кто-то не проснется, и жених за ним придет. И как насчет нас? Мы готовы, мы достойны, мы не, извините за выражение, в духовном плане не загуляли где-то, не грешим ли мы где-то на стороне, не нарушаем ли мы эти заветы, нет ли у нас состояния, когда у нас есть идолы в наших жизнях, в наших сердцах, где-то нарушение каких-то вот этих обязательств. Верны ли мы Господу, жениху нашему? Верны ли мы чистоте мы храним себя или нет? Похожи ли мы сегодня на Марию в духовном плане, в духовном состоянии? Это очень важно. И третье, Иисус Христос придет во второй раз, как мы читали этот обряд, когда жених по исходу этого годичного периода Он приходил и забирал невесту к себе в дом своего отца. А также Иисус однажды придет за нами. Придет во второй раз. Он обещал. Некоторые говорят, а, две тысячи лет уже назад пообещал, а здесь кольцо не приходит. Может, до нас Он скорее прийти. Мы не можем этого знать. Но Он однажды к каждому придет. Однажды каждый, кто Его ждет, дождется. Вот не зря поэтому есть вот эта притча, которую многие сегодня толкуют и ломают голову и не понять до конца, в чем идет речь, что объясняют и какие прообразы вот это о десяти мудрых, о десяти девах, о пяти мудрых и о пяти неразумных, которые ждали жениха и уснули, и масло не запаслись, и, короче, все пошли, звезды против них не так сложились, просто полоса неудач какая-то пошла, не подготовились. И одни были немножко проворнее, но заснули это оба. И обе группы, да, но до конца никто не может это истолковать, что же на самом деле значит там Елея, что же значит этот сон, что значит какие-то конкретные события. Я не знаю. Иногда мы не можем всего знать и мы не можем все объяснить. Но я знаю одно. Дождись своего жениха. Дождись Иисуса Христа. Дождись. Будь верной невестой. Неважно, ты мужского сегодня пола или женского. Все это в женском роде говорится о церкви. Церковь как тело Христово. Давайте дождемся нашего Бога в верности, в чистоте и святости. Поэтому сегодня вот этот 21 стих, который мы читали в Евангелии от Матфея в первой главе история рождения Иисуса Христа написана конкретно. Ангел пообещал родить же Мария сына и наречешь ему имя Иисус ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот цель рождения Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Он родился не для того, чтобы мы праздновали только Рождество. Он родился для того, чтобы спасти всех нас. Чтобы ты сегодня, я, как невеста его, первый раз помолвлены с ним, выждали это время испытания, ожидания, которые нелегкие. Искушения будут приходить. Знаете, хватает всяких ухажеров, хватает всяких залетных таких именно гастролеров, которые пытаются нас сбить с пути, которые пытаются отвлечь от нашего жениха, пытаются увести какими-то заманчивыми предложениями. Знаете, я знаю многих невест, которые разрушили свою будущую судьбу из-за того, что не дождались кого-то из армии, где-то кого-то не дождались своей любовью из каких-то обстоятельств, где он может был на заработках еще, и просто поддались тому, кто был рядом, появился какой-то удобный. Знаете, где-то и при деньгах, где-то какой-то со связями, где-то какой-то такой, может, некрасивый, но стерпится, слюбится, тот пока вернется, что там с нами дальше будет, неизвестно. А этот вот, практически все Иисус сегодня нам говорит, да терпи, дождись. Дьявол, он будет хорошим кандидатом как альтератива Господу Иисусу Христу. Он будет посылать своих нечистых духов для того, чтобы они якобы нас увлекли какими-то классными предложениями. Сегодня этот мир, он будет тебя тянуть силами за руки и ноги из Царства Божьего, чтобы ты нарушил этот годичный испытательный срок. Но Бог, если ты его дождешься, ты будешь самым счастливым на земле. Ты будешь самым счастливым на земле. Ты никогда не пожалеешь. В 98-го года, когда я дал свою жизнь Иисусу Христу, я ни одного дня не пожалел, что я посвятил ему свою жизнь. Я верю, что многие здесь спасенные люди тоже могут это подтвердить. И вот, прежде чем мы сегодня будем совершать вечерю Господнюю, давайте мы еще посмотрим Евангелие, точнее, это послание апостола Павла Кефисяна. Пятая глава с 25-го по 27-й стих. Я прочитаю это и в современном переводе, и в Синоданном. Очень хорошее наставление. Апостол Павел это говорит и для семейных, и для тех, кто в браке, тех, кто, может быть, планирует брак, создавать, чтобы как наставление. Но также это, опять же, как Библия, Боговдухновенная книга, это имеет духовный, очень глубокий смысл. То, о чем мы сегодня говорили. Мужья. Сегодня есть мужья в церкви? Или один? О, двое. Слава Богу. Я думаю, больше. Не стесняйтесь. Сегодня у нас дальше будут интересные мероприятия, поэтому вы сейчас раскрепощайтесь, подготавливайтесь. Вам понадобится хорошая, такая активная позиция. Мужья, долбите своих жен. Класс. Как там написано? Или терроризируйте своих жен. Изводите своих жен, чтобы они просто до истерики доходили с таким твердолобым, непробивным, таким диктатором, манипулятором. Нет. Апостол Павел знает, в чем секрет счастья в семейной жизни. И оно даже не в деньгах. Мужья, приготовьте большую сумму денег, вам предстоит легкий путь. А он так не говорит. Он говорит, мужья, любите своих жен. С милым рай в шалаше есть или нет, я не знаю. Но знаете, мы тоже с нуля начинали свою жизнь. Мы начинали со съемных квартир, мы начинали с моей женой, с каких-то обстоятельств, когда у нас, ну, в принципе, мало что было. Но были мы вдвоем. Это было самое счастливое. И оно, слава Господу, продолжается и по сей день. Событие, когда мы вместе, и эта любовь, она покрывает все недостатки. Если мы будем любить Иисуса Христа, мы не будем разочаровываться от того, Боже, а почему у меня нет Мерседеса? Господи, а когда у меня уже будет свой дом? Именно с жакузи, ни в коем случае не без. Ты что, ты же знаешь, как бы я грязный? Я люблю, хорошо попариться, хорошо надо отмыться. Мы любим его. И эта любовь покрывает все недостатки. Может быть, у меня не все еще устроено. Может, у меня иногда даже чего-то не хватает. Может, иногда даже какие-то испытания приходят, трудности, сломляют меня что-то. Где-то пытаются меня сбить с ног. Но я люблю его, я его жду. Я его жду. Я жду его в второй раз. Любите своих жен, мужья. Как? И Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковь, не имеющую пятна или порок или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. В современный перевод тоже интересно говорит «Мужья, любите ваших жен, как Христос возлюбил церковь». Христос отдал себя за нее в жертву. Кто сегодня готов и своего супруга или супруги отдать себя в жертву? Я не прошу ответа. Я просто прошу, чтобы вы это поанализировали. Если это с видимым, с реальным человеком трудно сделать, то как мы можем сделать это для кого-то, кого мы, может быть, даже никогда в жизни не видели? Может, мы где-то даже и ощущали его, но это, знаете, были какие-то мурашки, легкий ветерок, который не сравнится с тем, когда ты реально будешь стоять перед выбором, отдать свою жизнь или не отдать за него. послушайте, я вам одно могу сказать. Он вас, может быть, тоже лично не видел, как сегодня вы живете. Он был две тысячи лет назад, и он ушел. Но он знает каждого из нас. И отдавая свою жизнь на кресте, он отдавал это не только за тех, кто жили две тысячи лет назад, и те, кто были именно в этот момент в Иерусалиме, и те, кто видели, и даже те, кто слышали, потом и в Риме, и в Греции, и в других странах, по всему лицу земли. Он давал это и в этом его приходе, и в его Рождестве, и в его миссии 33-летняя жизнь на земле, и в его Голгофской жертве только одно было. Я знаю тебя. Я хочу, чтобы ты знал меня. Ты родился не случайно. Я хотел, чтобы ты родился. И вот такой, как ты есть, я тебя люблю. И я хочу за тебя умереть. Я хочу отдать свою жизнь за тебя. Я совершенный жених. Не потому, что я гордый или хвастливый, а я просто таков. Я просто хочу, чтобы ты был спасен. И он отдал себя в жертву, чтобы осветить эту невесту, очистив его омовением в воде и провозглашением благой вести. И чтобы взять церковь себе в невесты, как сияющую, безупречную, без всякого изъяна, чтобы она была свята и непорочна. Дорогая церковь, мы такие или нет? Я хочу, чтобы наша церковь и все, кто здесь приехал сегодня, братья и сестры, чтобы мы были чистыми, святыми, непорочными, сияющими. Чтобы мы понимали, что это не от нас. Не мы можем сами такими стать. Он прежде написан о своей жертве, омыл нас, осветил баней новой, пропарил нашу душу, дух, тело, мозги, сердце, все наши эмоции. Он просто настолько хорошо отмолотил нас этим веничком, знаете, в парилке, в духовной. Он все очистил, он все изменил, он все нам простил. Вся грязь осталась там в прежнем времени, до него, до того, как мы встретились с ним. А он своей жертвой, своим телом, своей кровью омыл нас, осветил. И когда он это сделал, он попросил одно. Дорогая невеста, ты сейчас вот такая, которая может быть со мной, как будущая жена. Пожалуйста, храни себя в чистоте. Храни себя. Выдержи этот год. Пожалуйста, выдержи этот испытательный год. Я скоро приду. У тебя еще есть задание здесь. Ты должна пополнить свои ряды. Церковь Божия должна привлечь в свои стены или в свое, знаете, как общество еще других людей, которые еще не знают этого. Мы должны им рассказать. Мы должны им помочь. Мы должны пригласить их. Он сказал, что я вам все дал, все необходимое для жизни благочестия. Храни себя и будь святым. И будь той, которая исполнит мою волю. Я хочу спасти всех. Умирай на кресте, я отдал свою жизнь за всех. За всех, кто сегодня живет, за тех, кто завтра будет и за тех, кто в последние дни радиации придут на этот мир. Всем. И даже это, когда написано, он умер. Почему он три дня не воскрешал? Почему он на три дня? Почему не один день? Почему не один час? Он может умереть и сразу за секунду пойти на небо. А правда Божия должна была совершиться, когда он спустился в преисподнюю, в ад. И везде там проповедовал всем тем душам, которым должна полноценнее было исполниться. Это правда. И он должен был, им должен благовествовать и в ангеле, и в честилище, и во всех этих местах, где пребывали те, которые, дальше с ними будет Бог разбираться. Но он показался, он явился им. И это была особая миссия. И еще одно. Мне очень нравится то, что он еще сделал. Он сделал дьявола бездомным. Он пошел к нему домой, он забрал у него ключи и сказал, теперь, Шурик, ты выселяешься с вещами на выход. Придет твое время, и ты покинешь все-все-все удобные и хорошие помещения, которые есть вообще в этом мире. Тебе одно только будет. Одна тебе уготована пентхаус такой. Очень страшно. И всех, кто с тобой. И забрал ключи ада и смерти Иисус. И вошел на небо. И потом говорил, что я имею ключи ада и смерти. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Бог благословил свою церковь величайшей силой, величайшей властью. Ты даже не представляешь, какой у нас жених. Ты даже не представляешь, какие у тебя полномочия, как у невесты. Ты величайшая, ты самая лучшая церковь Божия. Вы знаете, кровь Христа творит неимоверные вещи. Когда мы были в этой Хорватии, мы молились тоже с нашей семьей за спасение этого города, потому что в том городе не было ни одной церкви. мы хотели попасть на служение, мы изучили весь интернет, мы хотели, отпрашивали всех местных жителей, с кем можно было связаться, какую-то для языковую, да, найти. И никто не знал, где есть церковь. Даже никакой, ни баптистской, ни пятидесянической, вообще не протестантской, одна католическая там была. Вы знаете, так стало это грустно, и мы просто приняли решение. Мы даже сняли об этом несколько видеоматериалов, позже на нашем YouTube-канале выйдет этот фильм в Хорватии, но мы просто хотим, чтобы вы знали, мы молились за эти города, за эти районы, там, где нет вообще вести благой, полной мере, такой явной, доступной, понятной, и мы молились о пробуждении. И это было полгода назад. Знаете, недавно я скуплялся, бегая, как все в суете, к Рождеству подарки, закупая, и в одном из магазинов мы на кассе встретились с одной верующей сестрой. Она ходит, их семья ходит и служит в другой церкви, здесь киндом министрис, очень благословенные такие молодые ребята, живут в Центфильде. И представляете, когда мы за пару минут нашего общения, после закупки, стояли возле кассира, мы общались, и она говорит, Дима, мы уезжаем. Я говорю, куда выезжать? Вы тут живете, у вас тут свой дом, у вас тут машины, работы, карьеры, служение, в конце концов, самое основное. Вы тут как бы нужны. Нам Бог сказал, мы уезжаем в Хорватию, навсегда. Мы там будем служить, мы там будем совершать тело Божие. Пробуждение. Все это, это пробуждение. Все это о Христе и Его спасении. Я не знаю, почему ты сегодня здесь оказался, в Германии, почему ты сегодня не живешь комфортно в своей стране, я не знаю. Но я знаю, почему я здесь. Потому что однажды мы возребновали исполнение Вой Божьей, какой бы она ни была. И мы доверили себя, и Бог сказал, чтобы каждый поступал по Слову и Он направлен сюда. Поэтому, то, для чего ты здесь, ты думаешь, это проблема, ты думаешь, это какое-то событие, которое может тебе навредить. Оно может, наоборот, по исполнению воли Божьей, быть во славу Его и в твою реально полноценную жизнь. Жизнь, когда ты перестанешь уже думать только о себе, ты начнешь думать, как Христос, о ближних, о тех неспасенных, о тех, за кого Он умирал, за кого Он поливал эту кровь. За кого Он сегодня родился, жил, умер и воскрес. Это каждый. Эта дверь открыта всем. Входи в нее, человек. Ты сегодня можешь это спасение приобрести даром. Мы сегодня подтверждаем свою любовь Христу, поступаем по Его воле. И когда Он что-то нам говорит, мы это делаем. Мы оставляем все. Мы оставляем родных, мы оставляем свои мнения, мы оставляем свои какие-то карьеры, оставляем свои земли ради Него Евангелия. И Бог сказал, ты никогда не пожалеешь. Бог воздаст тебе и всей жизни, и будущей. Никогда не подведи, Иисус, этот год ожиданий. Будь верным боюсь и с Христа. Иисус,